В музее Панорама «Сталинградская битва» вручили награды родственникам погибших солдат, защищавших родину в годы Второй мировой. Ордена Отечественной войны и Красной звезды получили потомки красноармейцев. В Триумфальном зале музей Панорамы «Сталинградская битва» немноголюдна. Здесь собрались родственники тех, кто погиб, защищая свою родину в годы Великой Отечественной войны. Павел Ястребов во время боя в Польше после смерти командира своего взвода принял командование на себя. В результате совместными усилиями красноармейцы подбили несколько вражеских танков, а солдата после ранения, оказавшегося смертельным, за проявленное в сражении мужество наградили орденом Красной звезды. Однако награды так и не нашла своего героя. Ее вручили дочери погибшего солдата. Я отца не знаю, но хоть что-то наставил. Я не знаю. Вот. Что-то ставил для нас, память какую-то о себе. И мы рады. Вот моя семья, мой сын, внуки. Внуки пошли по следам. Тоже хотят быть военным. Он внук сидит. И это, понимаете, ребята. Вот. И тоже кадет. А второй внук тоже пытается быть кадетом. Память прежде всего. Как будто он вернулся. В этот день награды получили родственники капитана Алексея Скиданова. Он подбил 10 вражеских танков и погиб на поле боя. Его останки нашли поисковики и рассказали родным о подвиге бойца. Важность такой работы сейчас, спустя 70 лет после Великой Отечественной войны, переоценить невозможно. Есть великая фраза, что война подрастет до тех пор, пока не поднят последний солдат. С одной стороны. С другой стороны, это не просто раскопки, не просто поиск. Это большая работа именно воспитания молодежи. Потому что молодые ребята, девчата узнают, за что получали медали, какие подвиги совершали люди, которые отставили нашу родину. И не так, как тяжело и сложно было добиться победы. Работа по установлению имен советских воинов, павших на полях сражений, будет продолжаться. Поисковикам, например, удалось найти и идентифицировать останки Кузьмы Алексеевича Зуева, награжденного Орденом Отечественной войны. А вот родственников героя пока не отыскали. Поэтому награда передана на временное хранение в музей «Панораму. Сталинградская битва». Мария Иванченко, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба».